ассаламу алейкум варахматаллах баракетух к хам на алейкум салам и научился хорошему слову новому к хам называется всем говорю к хам кто старше меня нога и которые ушли отсюда снизу и в волге они забыли на это слово охранил вот это так скажем плоды обмен плоды вот этого общения как раз такие практичные идет обмен нормально это как-то естественно прошло к хам к хам это как будто это родное слово мои ноги на генном уровне так скажем родственные эти души народы народ один все равно меняется очень слабо да 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 пример вот тот же кодекс куманикус или древнетюркский этот как его рунические письменность да вот эти архонские стояла то есть там определенную процентов 50-60 можно так скажем читать без этого без перевода да 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 это это закономерность любому тюрку понятно ну ладно давайте перейдем к нашему вопросу у вас круглый стол недавно в астрахани прошел чему он был посвящен почему такой широкий общественный резонанс приобрело во первых и во вторых сейчас вот новаядар меня спрашивает толкает постоянно спроси у амира кая интервью еще раз потому что ну как нам интересно мы ничего не знаем что там происходит вообще круглый стол бурошел буквально вот вчера вчера значит 27 27 февраля до в красном зале астраханского историк государственного объединенного историк архитектурного музея заповедника проходил этот круглый стол тема разговора была следующая актуальные вопросы истории народов россии контексте современных этнополитических процессов вопросов для обсуждения было два первое это вот трактовка событий прошлого россии вопросы выковечения исторической памяти второй фальсификации искажение истории народов россии роль внутреннего этнополитического фактора и международного влияния было очень много экспертов как региональных астраханских также приехала два эксперта из казани один со степенью доктор исторических наук раиль рауфович по моему вызывали фамилию просто сейчас не помню вторая она наша землячка астраханка и машева помог марина если не ошибаюсь но сейчас она живет и работает в казани это кстати один из так скажем примеров того что вот интеллектуальная элита местных вот нулаев местных там татар и так далее да они вот переходят вот казань работать так и ведут уже так скажем свою деятельность не пользу нашего местного региона и так далее а вот работает на так скажем льют воду на мельницу казани то есть зачем они приехали я так понял что там был вопрос такой подымался вернее прошлом году был перед общественной общественностью поднят такой вопрос об установке памятника ивану грозному в астрахани это вызвало ну неоднозначную реакцию даже по моему власти города объявили такой своеобразный опрос общественное мнение через интернет согласно вы установили кто за кто против и так далее голосование если не ошибаюсь окончил закончилась недавно и вот этот вопрос он вышел за пределы даже региона и к это к нему такую ну такой интерес значит проявляла казань то есть но мы знаем что казанский истеблишмент казанское вот современное современное имеется ввиду элита элиты политические научные прочее они неоднозначно то есть личность ивана грозного там есть определенные так скажем полюса да одни его там ругает на чем свет стоит другие там придерживаются противоположных позиций ну я так думаю вторых не меньшинство конечно и здесь естественно на своем так скажем таком стереотипе мышление они это перености на наш регион вот и пытаются так скажем оказать определенное влияние через вот там у нас показывали сюжет по моему канала тнв это татарстанский канал где журналист татарстанский ведет своеобразный как бы интервью жителей Астрахани по вопросу об установке памятника и там в таком контексте это преподносится что данный памятник здесь не нужен нужен не нужен в принципе это решать в принципе так скажем ну жителям нашего региона вот меня тоже удивляет какое отношение имеют казань к местному вопросу в принципе насколько я знаю от других регионов тоже хотели установить памятник ивану грозному но там не знаю за или против были только местные жители это каким боком имеет казань отношение к астрахани но здесь яркий пример того что определенные исторические процессы рассматриваются не в контексте событий 16 века да туда переносится вот современные какие-то вот проблемы современные какие-то вот противоречия и вот через призму этого всего рассматриваются процессы 16 века принципе об этом было сказано на этом круглом столе и со многим можно можно согласиться дело в том что казань до во время вот вхождение в состав средне положивающего во время вхождения состав российского государства она там проходила все не так гладко было были были был конфликт был осады и штурм города да потом про это есть работы но это это один момент это один момент видимо они видимо вот это вот эти так скажем события до сих пор их не оставляют спокойствие это раз во вторых все-таки казань она пытается выступать так скажем лидером тюркских народов в россии так и поэтому пытается так скажем разговаривать с федеральным центром или другими регионами так скажем на равных или там даже в роли так старшего брата поэтому здесь почему или ты казани тем самым обеспокоены здесь чисто такой политический вопрос если рассматривать с исторические точки зрения у нас вообще вхождение в состав ну российского государства нижнего по волжье было относительно бескровные с чем это связано здесь вчера пытались про это говорить но тоже до конца либо времени там было им раскрыть то есть времени не было раскрыть эту тематику да либо же так скажем решили информацию так скажем в таком полном объеме не давать ну по моим таким скажем оценкам здесь в чем причина бескровности вхождения нижнего по волжье в казань здесь здесь конечно немалую роль сыграл именно ногайский фактор дело в том что нравится это кому-то или нет но мы уже с вами на прошлом интервью говорили что ногая здесь это коренное население коренное население это автохтонные да конечно пытаются показать что жители астраханского юрта большой орды они никакого-то отношения там ногайцам ногаем не имеют это вот некие такие мифические там какие-то татары да которые вдруг после вхождения астраханского понизовья куда-то исчезли но при этом почему-то говорят что вхождение было мирное то есть здесь в логике нет никакой если вхождение было мирное значит здесь никакого геноцида не было а это так и было никакого здесь геноцида никакого там так скажем ну кровавых событий здесь не было как здесь произошла смена верховной власти вот и все это обычное явление для пост ордынского периода вспомнить это череда таких событий она началась в орде золотой например в эпоху который вот русской историографии называют великой замятни 1360 по 1380 год потом после того как тохтамышу на какой-то момент удалось так скажем объединить орду и утихомирить где-то лет на 15 даже меньше надо 11 лет он потом вступает конфликт с тамерланом тамерлан двора два или три похода совершает на орду и уже после этого в роли вот такого ну как сказать объединителя выступать и деге уже и деге к сожалению и деге это кстати единственные из не чингизидов кто и даже последний наверное так скажем политические деятели орды который пытался сохранить ее единство хотя у нас в историографии в некоторые историки говорят что и деге он какой-то там узурпатор какой-то сепаратист ничего подобного как раз это был у него было вообще у него было мышление имперское он единственный кто выступал за сохранение империи и всю жизнь он боролся причем его вот эти войны они способствовали в том числе и укреплению молодого вот ну только-только как скажем оперящегося московского государства та же самая битва при ворксле 1399 году она фактически ну предотвратила этот сузеренитет литвы над московской руси ведь в случае победы тахтамыш обещал видов то отдать под его власть всю весь московский улуз но объединенные войска значит видов то там его вассалов из западно русских княжеств и тахтамыша было разгромлено и значит литва ослабла а кто с этого получил большие преференции это конечно москва про это у нас не принято сильно говорить не дают такую значит историческую оценку это этой личности хотя появились некоторые труды некоторых вот молодых наших историков частности роман юлиянич почекаев в своем труде царь и ордынский он прям четко описывает это все более-менее так скажем объективно вот и переходя вот к этому так скажем нагайскому фактору в каком плане вот эти события в орде они уже длились к 1556 году и даже 54 а это именно первый год когда здесь появляется рать московского царя да вот и отсюда значит с престола сгоняют хана янгурчин то есть местным населением это воспринималось как обычные нормальные явления это как вот советский фильм был если не ошибаюсь свадьба в малиновке власть меняется да и там этот один из героев по моему там старик достает там буденовку на голову одевает потом когда приходит белый он ее снимает да то есть ну это конечно я утрирую но что-то вот в этом явлении то есть кто там насколько помню там вроде вообще исмаил с иваном грозным ставили дерби шали вместо ямур че там поддерживал по моему юсуф и его сыновья юсуфовичи вот я этого дерби шали поддерживал исмаил да опять таки исмаил ну исмаил исмаилом но здесь я просто не дошел до этого момента дело в том что когда войска значит московского князя вернее царя приходит сюда и сгоняет с этого как его с престола уже дерби шали 56 году население тоже принципе сильно не напрягается но понятное окружение дерби шали его ближайшие свита его личная гвардия она конечно защищает пытается там что-то делать но там бесполезно потому что численный перевес был не на их стороне и они уходят в азов но вот местное население было приведено полностью присяги уже московскому царю ивану грузному это есть в русских летописях была дана шерсть местным населением да и оно было переведено вот в категорию вот этих подутных ясачных ясачного так скажем сословия и в дальнейшем выходцы именно из этой среды вот дальнейшем они активно участвовали в значит жизни политической жизни не только нижнего поволжья но и российского государства об этом кстати пишет наш местные астраханский историк это илья васильевич торопицын это кстати один из немногих наших местных экспертов в историческом ну вообще в исторической среде местной да который дает объективную оценку вот деятельности в целом данному данной группе нижневолвских значит нагаев правда он их называет юртовскими татарами но он называет их так как это называло как это написано в документах русских официальных а я уже прошлый раз говорил что в русских официальных документах нас называли юртовскими татарами также как других ногайцев называли там дагестанскими нагайскими татарами там кубанских ногайте называли кубанскими татарами и так далее но это не принципиально он он конечно пользуется языком документов но мы этнические вот юртовский так называем татарами, мы себе, в прошлый раз говорил, мы называем себя Нугайлар. Называем. То есть, наше самознание Нугайлар, от этого никуда не уйдешь. Немцев я говорил тоже. Англичане называют Джермани, французы называют Алиманами, славяне их называют немцами, но их самоназвание совершенно другое. Дойче. Это одно. Поэтому здесь, конечно, свои моменты есть. И чем еще объясняется такое мирное вхождение в состав России Нижнего Поволжья? Нужно еще обратиться к самой личности Ивана Грозного. Иван Грозный нравится этому или кому не нравится, но по матери он потомок Мамая. Он из рода Киат, его мать была, Глинская. Поэтому, видимо, люди 16 века все-таки про это что-то, но знали. Какие там были у них отношения к этому вопросу, мы сейчас, так скажем, жители 21 века не можем сказать, но, видимо, все-таки в глазах части местной элиты, частного местного населения, вот Иван Грозный был для них не чужой человек. Поэтому это относительно спокойно прошло. Но еще есть третий момент. Вот вчера поднимался у нас вообще и вчера, и до этого у нас в историографии принято говорить, что Астраханское ханство оно было такое слабое и постоянно переходило и из одной там так скажем руки политически в другую. То есть то ее там Крымский хан щемил, то Нагайские бии пытались здесь установить свое верховенство, то потом уже вот московские государи сюда руку протянули. И почему? Постоянно возникает причина следующая у нас. Говорят, что здесь были такие причины, как экономические, что надо было завладеть там низовьем Волги, установить господство по всему Волжскому пути. Возможно, эти причины были, да, такие важные, но здесь упускают один такой политический момент или может быть даже сакральный. Буквально, если я не ошибаюсь, в этом году Вадим Винцерович Трипавлов во время конференции в Казани в той же самой, он высказал свою точку зрения следующую, что Иван Грозный как легитимный царь, то есть вот как царь, который имеет, как правитель, который был легитимен в глазах всех своих подданных, не только подданных московского государства, а в целом российский, российского государства, стал таковым только после того, как он, так скажем, взял под свои руки Нижнюю Волгу. И это он связывает с тем, что именно тем, что на Нижней Волге находился хоть и бывший, но все-таки центр Золотой Орды. Это вот так называемый Саинов царский столец, или Саиново тронное место, то есть место, где стоит столица бывшей Золотой Орды. То есть только вот из-за этой причины многие правители пост-ордынских государств пытались под свою руку подмять Астрахань. И к этому выводу тоже пришел Вадим Винцевич Трепалов, когда он сказал, что направление сюда влияние московской политики связано с этим. Он сказал, что взятие Астрахани было важнее для, видимо, Ивана Грозного, чем даже взятие Казани. И этот момент надо тоже учитывать. Ну, по идее же Астрахань это отдельное, Казань это отдельное ханство, правильно? Ну, ну да, Астрахань, да. Астрахань, кстати, по-моему, после 1478 года, вернее, не Астрахань, тогда Хаджи Тархан, он даже был столичным городом этого, большой Орды. Тахтыля до 1524 года. А после 1525, одновременно, кстати, и Большой Орды, и Астраханскую юрту, а вот потом уже был центром этого Астраханского ханства. Ну, здесь сейчас просто вот на этой волне хотят получить определенные какие-то политические очки. Существует много точек зрения по этому вопросу, но его надо решать не таким образом, каким пытаются решить, в частности, представители Кагу. Я лично прямо могу сказать, что татарские, казанские, да, татары, они не имеют права туда вмешиваться, по идее. Это место, то есть, это дело местных людей, там, русских, которые там испокон веков живут, юртовских, ноаев, которые там живут, другие народы, которые там, ну, местные люди. Зачем Казань этого дела вмешиваться, превращать это в огромную федеральную проблему, там, и так далее. Ну, лично, вот я, как мусульманин, лично вообще против любого, любой постановки памятника. Мусульмане памятники не ставят. Это мое личное мнение, да, но Россия, как, не знаю, христианская страна, которую можно, допустим, да, я лично против ничего не могу иметь, как бы, тем более исторически подоплека такая есть. Кстати говоря, не то, что мое предложение, где-то прочитал, да, что там есть возможность даже вместе с Иваном Грозным поставить памятник Исмаилу, к примеру. Ну, что у нас появится, по идее? Почему нет? Да, Российская Федерация у нас по Конституции светское государство, поэтому у нас как бы, ну, не декларировали все-таки в Российской Федерации проживает, я так скажем, после вот особенно 70-летнего периода советского, да, проживает большинство атеистов, то есть, которые хоть относятся этнически к какой-то религии, да, а так в душе они ни во что не верят, поэтому здесь рассматривать эту проблему с религиозной точки зрения не стоит. А по поводу второму, что вы сказали, да, существуют эти точки зрения, например, башкирский представитель вот Башкирии, доктор исторических наук Азат Бердин, он так и сказал, что надо, если к краю, ну уж придется, так скажем, этот памятник устанавливать, то надо ставить памятник не личности какой-то, да, причем не одна оценка деятельности которой неоднозначна, ее, кстати, до сих пор эту личность однозначно никто не оценил, я еще раз говорю, есть как люди, которые являются поклонниками данного царя, да, и есть определенная часть населения, которая его терпеть не может, но это их личные проблемы. Здесь, он говорит, надо ставить памятник определенному событию, а событие это следующее, это вхождение Нижневолгского края в состав России, и, кстати, это довольно такой трезвый подход к решению данной проблемы, и, возможно, здесь даже стоит, смотрите, такой различный взгляд на, так скажем, решение данной проблемы. Давайте вспомним, та же самая Башкирия в 1557 году вошла в состав России, да, и вошла она тоже относительно бескровно, она вошла в состав России на правах автономии. Нагайцы были возмущены. Вошла на правах автономии, поэтому здесь вот взгляд башкирских историков на данную проблему и татарстанских он такой, ну, разный. А, кстати, а почему тогда башкирцы не проносили? Раз татары пришли, допустим, хорошо имеют права. А башкиры почему не пришли тогда? Или они были? Нет, их не было. Ну, они, в принципе, здесь не понадобились. Здесь объяснили все на местном уровне, что проблему эту решат и так никого не спрашивая. То есть на местном уровне это все разрешат. А, на местном? На местном уровне, да. То есть кто здесь живет, проживает там испокон веков, да, это решат. То есть со стороны здесь никакие эксперты и прочие не нужны. Если, кстати говоря, обратиться к фигуре Исбаила, он тоже не такая уже однозначная фигура. Поэтому две неоднозначные фигуры имеют право стоять, наверное, предполагаю. Ну, возможно, возможно, но это все зависит от политической воли. Это все зависит от политической воли. Да, но здесь сам вопрос памятника, он не принципиален, понимаете, здесь просто важно то, что не надо раздувать вокруг вот этого события такую, скажем, такие вот эти движения, неоднозначные, будут баламутить только людей далеких от науки. В принципе, здесь ничего такого сверхординарного не было. Потом, смотрите, в принципе, это событие вхождения Нижневолгского края, оно фактически же как бы дало начало новому государству, российскому государству, в котором мы с вами проживаем сейчас, поэтому давать какие-то вот такие однозначные оценки этому нельзя. И если так посмотреть в историческом контексте, то наши с вами предки были тоже строителями этого государства, то есть стояли, так скажем, у истоков, когда оно начиналось, то есть говорит о том, что это государство строилось только одним народом, нельзя. Мы сейчас входим с вами в многонациональный народ России, поэтому эта история, она для нас одна, и мы живем в одной стране, поэтому многие даже не знают, что дочь Ногая, настоящее имя которого была замужем за русским князьем, к примеру, многие не знают, что выход Россия платила в Орду, Ногаеву Орду, Ногаеву увозила, ну, поначалу имеется в виду, некоторая часть России. Но многие не знают, многие не знают, ну, это эти моменты, но многие не знают, что, допустим, второго самозванца убил Ногайский этот, как его, князь Петр Урусов, да, то есть таким образом оказав какой-то вклад в погашение смуты. Это, можно сказать, ключевой поворот момент была, считай, на самом деле. да, да, потом же началась открытая интервенция поляков, уже было понятно, какие были цели у этих самозванцев. Поэтому здесь, конечно, этот вопрос интересный и требует трезвые оценки со стороны специалистов, причем оценка должна быть объективной, а не субъективной. И вот эти круглые столы, они с какой-то стороны в этом направлении работают. То есть в конечном итоге выносятся определенные общие решения. И вот какое решение вчера было вынесено, оно было вынесено, в принципе по моему мнению нормальные. То есть там не ставился конкретный вопрос об этом памятнике, но было показано, что данные проблемы, которые являются только проблемами нашего региона, они здесь в принципе решаются объективно, нормальные, без всяких внешних вмешательств и влияний. Вот это главное, что было вчера. И второй вопрос там еще, который поднимался по попытке фальсификации искажения историй народов России, это вопрос был связан с деятельностью определенных кругов из соседней республики, с республики Казахстан, по искажению в частности истории нагайцев уже. Вы помните, что была составлена же письмо на имя, по-моему, президента Российской Федерации по вопросам попытки присвоения нагайской истории Казахстаном, искажения его определенных моментов. И там это письмо перед лицом вот этого круга, круглого стола, который там состоялся, ученых вот этих, было зачитано и был зачитан также ответ. Ответ в принципе следующий, что значит ответ был дан из администрации президента, что наши тревоги, наши, так скажем, чаяния администрация президента разделяет и говорит о том, что никому не дано искажать историю народов России и каким-то образом вносить раскол в многовековую вот эту дружбу, сотрудничество народов, которые проживают на территории нашего государства. В принципе, нормально было бы вот это все. Это вообще отличные новости на самом деле. Да, да. Я считаю. Да. Тут уже получится дело не отдельных энтузиастов, будем говорить так, да? Я, например, собрал на себя ненависть практически всех казахов, потому что они не понимают, что я хочу сказать-то. Они считают меня врагом. Ну, по факту, я не считаю себя их врагом, просто пытаюсь им донести результаты, в принципе, вот этого ложа их не возникла. В результате государственного, можно сказать, давления на нашу нагайскую историю. Мы, нагайцы, мы часть России, в принципе. Мы неотемлемая часть, мы даже и у истоков этого государства стояли и перемешивались, и кровью мешались, и все остальное. Много чего было. Наши Юсупов, Урусов были князьями. Князьями были, это, в принципе, имеющие на верховную власть, по идее, в этом, в Российской империи. Поэтому мы лично перемешаны, по-сякому. И поэтому давление на наугаев со стороны соседнего иностранного государства, я считаю, это неправильным. И считаю, что ответ был абсолютно верный, не должны никто вмешиваться в историю народов России, будем так говорить. Ну да, если сравнивать наше государство, ну, вот это, народы нашего государства, как сравнивать с семьей, да, это внутренние семейные дела. И семейные дела со стороны никто не должен не должен лазить, понимаете, то есть там члены семьи, они между собой разберутся. Со стороны никто туда не должен лазить со своими этими какими-то определенными советами, то есть люди, взрослые, сами разберутся. Аналогию каким-то образом я провел, я не знаю, смутная такая аналогия между казахами и татарами. Мне кажется, не сотрудничали случайно в этом смысле. Не знаю, понимаете, ничего нельзя отрицать, ничего нельзя, так скажем, отбрасывать. Как говорили древние римляне, смотри, кому выгодно. То есть здесь это все идет от выгоды, вот и все. Если кому выгодно, вот они и мутят эту воду, потому что был гейдлер, как говорят у нас, потому что в мутной воде сами знаете, чего угодно себе выгодить. А нам от этого никакой выгоды нет, потому что у нас и так история такая не очень, так скажем, спокойная, поэтому нам сейчас нужно заниматься тем, что поднимать свой язык, поднимать свою культуру, в принципе других вопросов увеличить свою численность, других вопросов у нас пока на данный момент не стоит. Вот и все. И влазить какие-то там разборки нам резонно нет. Это не наша война. Нам это не нужно. Да, это не наша война, но вот допустим, на примере башкир и татар, как они, у них войны, ну, такие политические, конечно же, войны, которые десятилетия медлеться, мне кажется, да? Ну, что вы хотите, это же тюрки. Это верно. Это тюрк, это тюркская кровь, от этого никуда не уйдешь. Ну, вот у нас, поэтому, поэт, как говорили, не трогайте тюрк. Ну, с другой стороны, все-таки я на стороне башкир, как бы, ну, и психологически, в принципе, мы в таком же положении находимся, как башкиры, даже перед татарами тем же. Если на нагайскую историю претендует, с одной стороны, Казахстан, с другой стороны, Татарстан, Татарстан, это хотя бы внутреннее, российское, но все равно, я не считаю, что это правильным. Ну, называет юртовских ногоев татарами до недавнего времени. Как ты, из которого это? В Казахстане, да, в Википедии Карагаши записаны, как казахский род. Вот, если посмотреть казахстанскую Википедию, Карагаши записаны, как казахский род, проживающий на территории Астраханской области. Это, это явное передергивание. Если смотреть, вот, YouTube, YouTube каналах, там вот, по-моему, если не ошибаюсь, у них был какой-то этот проект был, по следам предков, что ли, такой многосерийный, там тоже много чего надергано, то есть, делать такие аналогии и иногда даже такие нестыковки, я даже один раз в комментарии написал, ну, в частности, пример, просто в качестве примеров приведу, а там таких примеров через раз приводят, что вот кодексы куманикуси, да, хлеб пишется нан, и в казахском языке говорят тоже нан, хотя после, я до этого этот кодекс куманикус читал и потом еще раз взял, открыл, посмотрел, там хлеб пишется, этот, вот, пек, по-моему, или вот, мек, вот так, то есть, так же, по-моему, да, так же, как на гайском языке, вот здесь это явно такое, понимаете, ну, то есть, это поступает так, как вот поступали в свое время 90-х эти, наперсочники, если вы их помните, игровые, вот точно такой же вариант, понимаете, то есть, явно такой наглый обман, и после этого верить людям, которые тебя один раз попытались обмануть, уже, ну, сложно. Как там козьма против... Башкиры, они чем отличаются, башкиры, они, у них совершенно на другом уровне ведется диалог, они с тобой разговаривают на равных, у них нет такого превосходства, понимаете, я имею в виду башкирской ученой элиты, то есть, они разговаривают на равных, у них нет доказать там свое какое-то превосходство, унизить тебя и так далее, показать, что вы там наш какой-то, часть какая-то, прочее, прочее, там, приватизировать вашу историю, нет, у них своей истории есть, и это им достаточно, при этом они не отрицают, например, нагайское влияние на башкирский, на башкирскую историю, это нормально, это нормально, вот, а у нас же с татарами, я имею в виду средневолгскими, давние эти конфликты, в каком плане, в культурном, то есть, у нас же в советское время проводилось здесь активно татаризации, когда в школах юртовских, карагашских, значит, преподавали именно учителя из среднего по Волжи, и когда они вот этим нагайским детям, ну, есть еще живых свидетелей того времени, когда они прямо открыто говорили на своем этом, ялпак, талинси, сулямэнс, мол, да, говорите там на чистом, но я не помню вот эти фразы, что говорить вот на чистом, татарском языке и так далее, но это унижение, это унижение, у нас такие, у нас говорят ким сестю, то есть попытка унизить, и что они, и что хотели обратно, да ничего, в итоге, я уже говорю, в итоге вот такой политики наш язык, наш язык деградировал, наш язык, он исчезает, и это благодаря этой политике. В любом случае, каждое действие рождает противодействие, в любом случае, это закон физики, закон жизни, насколько я понимаю, здесь уже самосознание народов начинает возрождаться, и соответственно, они с тревогой смотрят, вот даже в прошлом эфире задевали этот вопрос, они уже с тревогой смотрят, они уже начинают бояться того, типа, ну, юртовские татары, так называемые, начнут называть себя ногоями, к примеру, то есть татарский мир татарский мифический замок воздушный, который они построили, он рушится, проще говоря. Ну да, ну, мы вот смотрели все вот эти метрические книги дореволюционные, которые тогда еще вели в мечетях, в мечетях, да, там фиксировали вот рождение ребенка, смерть человека, вступление в брак, вот в юртовских селах, там нигде нет такого, чтобы был написан там юртовский татарин или татарин, там нигде написано новой. Даже тех немногочисленных жителей этих юртовских сел из представителей средневолгских татар, там пишут не татарин, а казанлы. Вот что интересно. То есть, этот этноним до советского периода он, в принципе, не был здесь известен, распространен. А вот советский период его активно внедряли здесь, через школу, через там другие ресурсы. И вот, я уже говорил, за сто лет, за сто лет значит, до того довели людей, что они сейчас, что большинство из них своего природного, своего исконного этнонима чураются уже. Но это неправильно. Это, это я уже говорил, это ничему хорошему не приведет и уже не приводит. Конечно. Да, кроме этого, еще там есть род, ру по-нагайски. У татар этого рода нет, в принципе. Я вот вспоминаю, как в Крыму спел у нас Асал, знаменитый наш новайский певец. После этого крымчане, которые помнят свой род, начали говорить, да, слушай, вы же нагайцы, какие бы татары, к примеру говоря. Это так-то очень важное значение имеет слово ру, слово род. Ну, это генная память. Конечно. А этот, насчет Казани, вот я прочитал интересный, очень интересный комментарий моего друга. Он написал под нашим видео, может, ноугаи, этот самое, а, казахи писали, что ноугаи атотарились, да, а этот мой друг, говорит, алаш у него там этот прозвище, да, он говорит, может, казанцы атотарились, потому что припоминаю, что само название татарин у них не было, как бы, и они назывались либо булгар, либо нугаи, вот они, возможно, атотарились, а не мы. Ну, понимаете, там, даже если брать вот эту региональную татарскую историческую науку, там же по поводу происхождения самих татар существовало и существует три основных школы или основных направлений, это первое, это, по-моему, булгарское, булгарское, вот это направление, да, второе, вот это монголо-татарское, так скажем, и третье, это тюрко-татарское. Ярким представителем первого был, по-моему, Альфред Халиков, если я не ошибаюсь, вот он там, вот он в своих произведениях, он четко писал, что татары, вот среднего Поволжья являются потомками булгар, а вот он пишет, жители, значит, степной части бывшего Дэшти Кипчака, то есть, Золотой Орды и так далее, они ну аи пишут, он четко так пишет, и все, он не пишет там, что они татары, и так далее, он пишет четко, ну аи, все, он делает вот такой разницы, но он, но, так как там историческая наука сейчас сильно политизирована, то есть, она, обслуживает политическую элиту современную, да, татарстанскую, понятно, и это направление, вот это булгарское, оно там не популярно, оно в загоне, и сейчас вот именно так называемые татаристы там на коне, но они тоже совсем уж в дебри уходят, там свое происхождение связывают с этими дальневосточными татарами, или с центральноазиатскими татарами, да, которые были, опять-таки, относились, они и расовы, во-первых, были другие, вот они и географически, да, они и культурно были другие, те же самые, вот вы уже сейчас сказали, про родоплеменные эти структуры, они у этих дальневосточных центральноазиатских татар, они были, вот эти алчи татары, там, и прочее, чего у современных казанских татар ты не встретишь, у сибирских есть, у крымских есть, у астраханских есть, но это, опять-таки, это связано с чем, это связано с тем, что у них у всех присутствует наследие вот Ногайской орды, Ногайского периода, то есть, они все связаны напрямую с Ногаями, у них у всех в большей части самоназвание Нувайлор, у сибирских, да, у них самоназвание Нувайлор, я смотрел русский, русско-татарский, по-моему, разговорник, который выпустила в 1905 году в Тобольске администрация, царская тогда, да, для этих, для переводчика, для толмачей, там перевод четко идет, например, по-русски написаны фразы там «Я татарин, я русский», и рядом перевод, там пишут, например, «Я говорю по-русски, я говорю по-татарски», рядом перевод, «Мин уршасулем», «Мин нуайшасулем», то есть там такое, да, это 1905 год, понимаете, это Сибирь, я имею в виду коренных сибирских татар, не переселенцев, опять-таки, среднего по-волжье, а именно вот этих сибирских татар, и причем они выпустили, вот сейчас выпускают активно учебники по своему языку, грамматические словари и прочее, прочее, да, у них, кстати, грамматика, она очень схожа с нашей, ну, единственное, фонема у них другая, фонема, а так, слова и прочее, даже названия некоторых этих блюд и так далее схожи, у них, например, есть такой вот хлеб, он называется, как они, в тот день я вот, по-моему, ватсапе мне писали, у них называется как-то педр, что ли, вот это такое, а у нас был такой хлеб, он называется питер, вот, то есть один в один, даже этот, рецепт одинаковый, у нас, кстати, тоже, я буквально к своему, так скажем, стыду или удивлению, где-то вот, несколько, буквально лет назад узнал, у нас вот хлеб, например, сейчас называют опей-опей, да, это опять-таки влияние казанское, а моя, ну, мама говорит, что ее мама, то есть бабушка моя, так скажем, да, хлеб называла этот ипек, мэк ипек, то есть это, да, это общеногайское, то есть немножко там свои местные реалии, имеет это так, поэтому, поэтому, значит, у нас, вот у Нижневолгских, у вайфу части крымских, вот у степных, у сибирских татар и так далее, корень один, это вот Ногайский корень, вот, это нас объединяет, у средневолгских тоже есть, кстати, Ногайское влияние, некоторые, эти, как его историки, это не отрицают, не отрицают, но и не выпячивают вперед, понимаете, они там свое толкают, свое, у меня было, не у меня, вот участие, так скажем, наших общественников в свое время, старшего поколения, когда они выступали с этими, с претензиями, вот когда началось здесь Ногайское движение, чтобы вот вы там раскалываете единый там татарский этнос и так далее, да, им отвечали, следующее, ну, если вы не отрицаете, то, что в вашей, так сказать, в вашем этногенезии, в вашей истории большую роль сыграли Ногай, да, что вы там, что у вас там в крови течет Ногайская кровь и так далее, не проще ли вам поменять этноним, стать Ногайами и объединиться под этим, ну, они от этого, как черт отладан, нашарахаются почему-то, вот это для них как-то неприемлемо. Здесь, понимаете, вот такие двойные стандарты, они сразу показывают, какие цели преследуют данные деятели. Во время Советского Союза был хороший фильтр, был. То есть, имеется в виду, тот прошел через этот фильтр, тот реально большое значение имел. Вот наш, сейчас вот фамилию не вспомню, который доказал, что Юсупов и Урусов Ногайские корни имеют, как Кельдасов вспомнил. А, Кельдасов? Кельдасов, да. Он же когда, давным-давно уже доказал это дело. Вот мне кажется, сейчас вот не хватает вот этого прямого общения, вот как раз от этого фильтра. То есть, имеется в виду, сели доктора наук, там кандидаты доктора наук, сели, друг с ним против друга свои эти доводы выложили и, самое главное, приняли эти доводы. А если не принимается, это просто, допустим, слова нашего Ногайского историка просто игнорируются. Это смысл-то какой получается в этих разговорах, так так далее. Просто получается информационная война. Она кому нужна, вообще не понимаю. Здесь, понимаете, здесь еще надо учитывать тот момент, что, сейчас у нас наука, в принципе, в какой-то степени еще и коммерциализирована, понимаете. Чтобы издать какие-то определенные книги, нужны деньги, нужны спонсоры, чтобы они это все дело оплатили, потому что многим ученым некогда заниматься наукой и одновременно зарабатывать деньги. То есть, им надо одним делом... Поэтому они в какой-то степени тоже из этой ситуации по-своему выкручиваются. И здесь присутствует определенная степень конъюнктуры. Как у нас говорят, марбасного трасса шуньера нерлысен. Понимаешь? То есть, кто тебе там, так скажем, деньжат подкинул, шепнул там, ну, напиши здесь немножко вот так про это, вот так чуть-чуть было там до 5-10, да? Умному два раза не надо говорить, он поймет. Казалось бы, маленькие нюансы переворачиваются в картину. А потом на это эти самые деятели не от науки уже начинают затачивать акценты. Понимаете? Поэтому поэтому этот момент тоже нужно учитывать. То есть, там существуют объективные моменты и существуют субъективные. И эти мне порой их тоже бывает жалко, ну, наших ученых, уважаемых, да? Потому что все-таки у некоторых не хватает, так скажем, этого, как скажем-то, духа не хватает, да, отмести какие-то вот в прошлом принятые определенные концепции, которые на данный момент стали ошибочными. Вот для того, чтобы это отмести, надо быть действительно настоящим ученым. Возьмем того же самого Баскакова, да? Николая Баскакова, который вот в 20-30-х годах значит, вынес определенный приговор, так скажем, по изучению родного языка у отдельных групп нагайцев. То есть, у астраханских он вынес следующий значит, вердик о том, что они должны изучать катарский язык, а там у, по-моему, сулакских, да, или засулакских, что они там кумыгский должны изучать, у крымских там крымский язык. Но у него хватило же духу в 89-м или в 90-х годах встать и перед представителями нагайской общественности извиниться, сказать, что я совершил огромную ошибку. преступления. Преступления даже, да, я перед вами это, ну, как бы, прошу меня простить. То есть, у него этого духа хватило. Да, его деятельность, опять-таки, была в рамках определенной национальной политики. Это по укреплению, укреплению определенных этносов за счет более мелких народов. Вернее, даже не этносов, а определенных крупных наций за счет других этносов, да, но когда вот это давление со стороны центральной власти советской имеется в виду ослабло, он, как ученый, свою точку зрения высказал. И за это, в принципе, его тоже можно уважать. Но есть ряд ученых, которые вот упрутся рогом. И вот существует только мое мнение, существует, вернее, два мнения, мое, и неправильные. И пока эта гробовая крышка не закроется, он так и будет до конца полдычить, хотя многие его коллеги с ним не соглашаются. А он для определенной части, например, народа является определенным авторитетом, так скажем, на его мнение прислушиваются. и те новые, так скажем, как сказать, открытия, какие-то заключения за счет его авторитета не воспринимается всерьез. То есть здесь тоже у человека должно быть определенное мужество, определенные, так скажем, объективности и так далее, чтобы признать свою неверную точку зрения и изменить ее вовремя. Потому что это в дальнейшем ведет, ни к чему хорошему не ведет, если ты на своем стоишь до конца. Амир Кахам, вот то, что вы говорите абсолютно верно, это вот как можно сравнить с тем, как натянуть саму на глобус называется. Это неестественно, но в любом случае, когда они аукнется. Я не знаю, к чему это ведут татарские, если будем так говорить, да? К чему они ведут? Они же в итоге ведут свой народ катастрофе. То есть со временем, когда это известно будет, открываешь любую книгу, открываешь любую книгу, прямо конкретно прослеживается путь от Ногая до татарок, от Ногая до любой нации, к примеру. Итог какой печальный. Те вот мифы, которые сейчас им внушаются, через некоторое время чуть ли не войну вызовут. Потому что разочарование, оно близко все равно в любом случае. Как они это не понимают, это я тоже не могу понять. На будущее почему не думают-то? насчет войны я говорить не буду, но здесь, понимаете, здесь есть такой момент, что данные вот эти исторические концепции, данные исторические вот эти, так скажем, оценки, они пишутся не для народа, они пишутся для определенных политических кругов. Потому что все-таки возьми, что татарский народ, что возьми, что казахский народ, возьми, что нагайский народ, они все равно на таком бытовом рядовом уровне они отличают представителей своих от чужих, в принципе, находят общий язык, нормально сотрудничают когда надо, то есть никаких таких конфликтов и прочих нет. А вот здесь надо говорить о деструктивной деятельности определенных кругов определенных политических научных и околонаучных кругов, которые пытаются вот эту самую лодку как-то раскачать и оттуда определенные преференции себе получить определенную выгоду. Ну, выгода Казани здесь какая-то оставить, попытаться оставить астраханских, часть астраханских нагайцев в сфере влияния татар, то есть чтобы они перед переписью так скажем сильно не задумывались о своей этничности, оставались татарами, ну а потом уже федеральному центру заявить о том, что вот мы вторая по численности Российской Федерации нации и давайте нам определенные преференции и так далее. Следующие переписи они про нас так скажем забудут, вот и все. То есть используют и потом заводят. Эту карту разыграть в свою пользу и все на этом. Никакой пользы ни для нас, ни для тех же самых татар, которые прорывались в Среднем Волге, от этого нет. Ужас какой. Да, ничего хорошего этого нет. Это я вам еще раз говорю, это как игра в наперстках. Было 90-е годы. То самое здесь. Это натуральная психология вот этих людей, психология тех самых. Они оттуда в 90-е выросли. Сейчас мир меняется. Сейчас если они не изменят свой взгляд, не изменят свои вот эти позиции, завтра они окажутся за бортом. Поэтому им нужно тоже отсюда делать выводы. Я думаю, что люди, которые оттуда приезжали, они атмосферу здесь почувствовали, увидели, погрузились в среду. И про все они там расскажут. И соответственно, я так думаю, что какие-то орку выводы казанские политические элиты сделают. Главное, чтобы они сделали хорошие выводы, так скажем, конструктивные. Ну, а что будет дальше, время покажет. Да, время покажет. Спасибо большое, Амирака. Кахам. Давайте. Очень приятно с вами пообщаться. Салам Олегу. Экстренный выпуск назовем этот наш выпуск сегодняшний. Назовите как хотите. Главное, чтобы польза была от него. Им шааллах. Бог даст. Сподолжение следует. И прочее. Ну, Салам Олегом. Приятно было пообщаться. Салам. Большой салат.